Всем привет! Недавно в интернете обнаружил один рецепт яблочного пирога, который назывался по-моему торнадо или что-то в этом плане. Ну так по мне так это шарлотка или шанталька. Но я к чему? Рецепт меня заинтересовал, я решил его приготовить. Все ли соответствует действительности? Кое-что убавил, кое-что добавил. Так как я его делаю в первый раз, то после того как я приготовлю, я озвучу все те моменты, которые я изменил. В кастрюльку добавил немного кипяченой воды и добавил 250 миллилитров молока. Отправляю кастрюльку на плиту, вскипятить молоко. В чашку высыпаю 50 грамм сахара. Добавляю одно куриное яйцо и добавляю 15 грамм кукурузного крахмала. Все тщательно перемешиваю. В мерный стакан выливаю кипяченое молоко и тоненькой струечкой ввожу в яичную массу, при этом тщательно взбивая венчиком. Переливаю массу опять в кастрюльку и отправляюсь к плите. Массу довожу до кипения и провариваю крахмал. Масса загустела, она готова. Накрываю пищевой пленкой, чтобы заварной крем не заветривался. И отправляю в кастрюльку чашку с холодной водой, чтобы крем просто быстрее остыл. И убираю крем в сторону. Для пирога мне понадобится 3 яблока. Неважно какие, сладкие, кислые, какие у вас есть в доме. С яблок снимаем кожуру, делим на 4 части и вырезаем сердцевинку. Четвертинки яблок разрезаем по длине и мелко нарезаем. В нарезанные яблоки добавляем сок одного лимона. Тщательно перемешиваем, чтобы яблоки не потемнили. Перемешав яблоки, накрываем их пищевой пленкой и убираем в сторону. В мерном стакане взбиваю 100 миллилитров 30 процентов сливок и убираю их в холодильник. На мерный стакан одеваю кулинарный мешок и отправляю в него заварной крем, который еще теплый. Крем аккуратненько подбираю. Закрываю мешок и отправляю его в морозилку. Вбиваю в чашку 2 куриных яйца, добавляю 10 грамм разрыхлителя, добавляю ванильной инсенции, добавляю 80 грамм сахара и все тщательно взбиваю примерно 10 минут. Добавляю сливки из холодильника и тщательно перемешиваю. В массу в три приема добавляю просеянную муку и все тщательно перемешиваю до однородной массы, от краев чаш к середине. Готовое тесто отправляю в чашку с яблоками и все тщательно перемешиваю. В форму для выпечки, размер которой 28 сантиметров, выстилаю пекарской бумагой. Перекладываю в нее яблочную массу и все тщательно разравниваю. Распределяю заварной крем по всей поверхности пирога без остатка и отправляю в пирог предварительно разогретую духовку до 180 градусов вверх-вниз в положении ниже среднего на 30 минут. По истечении 30 минут кисточкой наношу сливочное масло на поверхность пирога, чтобы он мне просто лучше зарумянился и отправляю еще раз в духовку на 10 минут. В среднее положение. Температура та же, 180 градусов. Так, ну вот пирог уже подостыл. Не совсем, он еще теплый, но тем не менее я уже могу с ним работать. Теперь я его нарежу. Удалю пекарскую бумагу. Ну здесь, кто пожелает, может присыпать сахарной пудрой. Я этого делать не буду. Давайте посмотрим, какой он в разрезе. Ну вот, выглядит примерно так. Количество яблок меня устраивает. Давайте попробуем на вкус. Нужно ли посыпать его сахарной пудрой или того сахара, что я добавил, хватает за глаза. Сахара вполне хватает. Я бы, наверное, даже 20 грамм сахара взял бы меньше для теста. То есть, вместо 100 грамм 80. Ну тут, конечно, нужно смотреть, какие у вас яблоки. Кислые или сладкие. У меня одно яблоко было сладкое, а два кислых. Нет, он не приторный. Нормально. Вполне неплохой рецепт. Не зря он мне понравился. Ну что, давайте теперь пирог обсудим, что мне не понравилось или что можно было бы изменить. Ну, значит, количество сахара для меня лично по-любому было немного многовато. Поэтому я сахар для теста со 100 грамм уменьшаю до 80. В рецептуре я это укажу. И решетка из заварного крема, как вы видите, она полностью расплылась. Могу предположить, что вместо 15 грамм крахмала, который я добавил, нужно добавить 20 грамм крахмала. Но опять же, я не уверен, останется ли решетка после выпекания такой же целостной, как она и была. Это нужно будет еще раз попробовать. А так, в принципе, все. Рецепт неплохой. Мне понравился. Я однозначно буду печь этот пирог еще раз. А то и не один раз. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. И до новых видео.